Данте Алигьери До того, как Алигьери умер, книга называлась просто «Комедия». И смеяться, я думаю, мы сегодня будем так, как смеялись, когда она была написана, в 14 веке. Как смеялись? В 15, да, получается? В 14. Спасибо, что пришел. Я так думаю, что когда я читал эту книгу, я понимаю, что это комедия. В 14 веке все смеялись примерно так вот. Думаешь так? Типа это же итальянцы, может быть? Слушай, вот я сейчас думаю, что если совместить то, что я делаю, то что это и будут звуки веселой Флоренции. Давай попробуем. Раз, два, три. О, ты идеальный, лицемерный, придворный. Ну ладно. В общем-то, книга была написана в 14 веке, но, честно говоря, достаточно понятна каждая мысль. А потому что на русский перевели. Попробуй пойми на том самом языке изначальном. На каком, кстати, оно написано было изначально? На флорентийском. А мне интересно, на какой минуте историки ебнутся от наших речей? Мы для историков сейчас доделаем. Ну нет, ну историки же тоже смотрят, люди, которые там учатся. А нет, смотри, есть видео, которое ты смотришь для ненависти постепенно. И тут тоже, какая нахуй Флоренция? Ну нет, это заставляет тебя продолжать. Это импульс сильный, пусть негативный, но сильный. В общем, да, на английском написана книга. Французским писателям в 16 веке. Данте Агильери. Да-да-да, всё дело было в Италии. А Лёша просто не первый раз зарекается, что книга понятная и легко читается. Это я вот просто хочу, чтобы мне Лёша расшифровал. Извини, ради бога, во-первых, я первый раз зарёкся. Нет-нет, это первый раз при камере. Ага, всё, хорошо, хорошо. Так, это мы сейчас будем... Лёгкий момент называется комментированное чтение. Не надо подглядывать. Ты же всё знаешь. Я сейчас тебя прочитаю, а ты мне скажешь, о чём это. И ты должен до конца продолжить всё строчки. Мы же наизусть читали. Это же стихи. Можешь начать кричать, когда станет тумач, типа кричать «Остановись, пожалуйста, хватит». Я всё осознал. Так с моста нам, а сговоря немало, а с стороннего комедии моей мы перешли, чтобы скруче перевала увидеть новый рощеп злых щелей. И новые напрасные печали. Он вскрылся, чуден чернотой своей. И как в венецианском арсенале кипит земной тягучая смола, чтобы мазать струги, те, что обветшали, и все справляют зимние дела. Ну да. Я понял, вскрылся. Ну, ты что конкретно не поняла? А ты не намазываешь смолой струги? Ну, это не твои зимние дела. Зимние дела. Слушай, но может быть у тебя не очень хороший перевод? Странный. Песня 21-я, ад. Я сейчас открою, я сейчас открою. Песня 21-я, ад. Во-первых, ты должна понимать, что в начале действительно есть такое, что в стихах изначально читать, может быть, тяжеловато. Слушай, а у тебя перевод ебаный. Да, Лозинский сосет. Просто один чувак сидит, ему надо зарифмовать, и он такой, я буду в мост, в луне, кровавые дружбы, ссоря. А здесь явно человек прочитал, переработал в голове и заново как бы попытался воссоздать. Хорошо. Мне просто реально, объясняй все. Ты, по ходу, все объясняй. Короче, здесь может быть изначально чуть сложнее. В комментариях Лозинского самый лучший перевод. И жена ему такая, Лозинский, успокойся. А знаешь, что будет в комментариях на самом деле? Какой нахуй Лозинский? Лозинский. Я читал в переводе вот в этом, в гнусалом. Конечно, че, мы отправимся в ад. У нас есть что-то мощнее, чем Х-40. Ну, короче. У меня, кстати, в гоблине с матом полностью. А, ты в гоблине что-то? Но смысл в том, что все-таки, мне кажется, что в странице за 20 привыкаешь, и начинаешь достаточно легко читать. И вообще здесь же написано «Песня». «Песня» первая, «Песня» вторая. Тут три части от «Чистилища и рай». И в каждой под 33 песни, кроме одной, в которой не хватает песни. Или лишнее? Нет, там лишнее, чтобы 100 было. Я книгу не дочитал, но полностью почитал много видосов. Ты не до конца дочитал книгу? Нет, не до конца. Ты не до конца дочитал книгу? Я не до конца дочитал. Я камин-аут делаю. Я не до конца прочитал книгу. Это неважно. Это очень смелый поступок. Это смелый поступок. Почему ты нахуй гордишься? Ты думаешь, проблема в книге, то, что я не дочитал ее? Ты думаешь, это выбор? Ну, это с рождения, понимаешь? Ты либо можешь прочитать книгу с рождения, либо не можешь. Господи, можно, блядь. Ну вот узкий проход. Ты хочешь сказать, что в книге проблема, потому что я не дочитал? Сейчас, давай разберемся в этом. Ты сейчас так говоришь, я не прочитал книгу, и дело в том, что... Книга плохая. Ага, подожди, подожди. А ты до конца стал самым популярным комиком? Или сфера, которую ты выбрал, не очень? Нет, нет, нет. Ну подожди, при чем тут комедия? Прикинь, ты, НТ-шный редактор читает божественную комедию. Мало шуток. Больше шуток. Плотность, плотность. Плотности нет. Мысли хорошие. Мысли хорошие. Данты, ты в первую очередь семьянин. Пиши про семью. Три темы, ну, в монолог не пойдут, надо урежать две темы. Чисто от очистилища. Бери рай. Про райвиноку расскажет, заебись. Вот они, ангелы, пошли. Вон они. Да нет, ребят, после этого диалога я могу сказать, на каком кругу такие, как мы, сидят. Короче... Мне кажется, это средневековый фанфик. Почему? А Данты, гребаный симп. Вот такое у меня позиция. Ну, тёлка умерла. Он такой... Чувак, он писал это 30 лет, блядь. Книга вообще в меня не попадает. Мне 34, ему 35. Слушай, ну, короче... Сумрачном лесу я не оказался. Сумрачном лесу я не оказался. Коля, привет, милый. Доброго вечера. А я тут всего тебе наготовила. Как ты любишь. Дорогая, я не голоден. Коль, а может, мы тогда с тобой это? Ангел, мы давай не сегодня. Ну, Коль, ну давай. Нежная Зефиринка, у меня болит голова. Коль, ну у тебя всё время болит голова. Ты ходишь, что-то уходишь, каким-то своим бизнесом занимаешься, при этом денег нет ни копейки. У меня тоже есть потребности, Коль. Я вообще-то не железная, Коль. Уточка, это правда. С тех пор, когда я решил зарегистрировать свой бизнес, у меня постоянно болит голова. Потому что я трачу кучу времени на сборы и подготовку документов. Я всё время хожу в налоговую, уточняю статус своих заявлений. Не могу понять, какая система налогообложения мне нужна. И это ещё стоит денег, которых я пока не заработал, потому что я так и не зарегистрировал ИП. Это бесконечная головная боль не закончится просто никогда. Коль, а ты вообще знаешь про Банк Точка? Банк Точка? Да, Банк Точка. Они зарегистрируют твоё ИП без визита в налоговую, возьмут на себя отчётность, бухгалтерию. Также у них замечательное приложение, постоянная поддержка, идеальные условия для предпринимателей. Банк Точка навсегда тебя избавит от головной боли с налоговой. Не надо больше слов. Иди же сюда. Можно ещё вопрос? Вы когда читали, у вас в какой-то момент было ощущение, что вы тряпуете? Да. Спасибо. Да. Я больше скажу. Раньше у меня был период, когда я засыпал под ASMR-видео, чтобы засыпалось. А тут я аудиоверсию скачал, на сколько там, 14 часов или сколько там. Вот часов 6-8 я в итоге во сне прослушал. Вот так отрубал меня просто. У меня вот этот темпоритм просто... Чувак, а потом ты удивляешься, почему у тебя плохое настроение. Ты спал, а у тебя там... В аду, я спал в аду. Да, да, ты спал в аду. Потом в чистилище. Я не знаю, у меня хорошее визуальное представление. Я иногда читал книгу, и я такой... Нихуя какая жесть. В этом плане можно было бы вот с такой графикой, как снимали там, например, «Игру престолов», можно было бы прямо охуенное кинцо снять по этой книге. Здесь куча образов крутых. О, здесь куча образов крутых. Это отсюда цитата? Это промо было для Божественной комедии. Здесь куча образов крутых. Флорантия Магазин, да. Короче, сама книжка – это путешествие человека, еще который не умер, через ад и чистилище рай. То есть здесь нет, как бывает, какой-то, знаете, сложного, закрученного сюжета, который несколько раз поворачивает. Это скорее как «Властелин колец». Кто-то будет ходить, смотреть, что-то будет происходить, потом будут еще события. И в начале, по большому счету, вот первая часть «Ад» – это такая условная схема, как все в аду устроено. То есть если бы… Блин, он рано писал ее. В 14 веке не было еще такого. Если бы это писали в веке в 20-м, как Толкин писал «Властелин колец», там точно бы все это начиналось с большой схемы ада, как они шли, там вообще где они были, где они поворачивали. Им тогда графики не хватало хорошей, чтобы сделать из этого прям шедевр. Ты знаешь, исходя из возраста просто этой книги, у нее иллюстрации страшные. То есть когда Алиса была в «Страни чудес», вот кто рисовал иллюстрации, они уже волшебные, они такие встроенные. А здесь, блядь, иконы какие-то. Ну то есть официально иллюстрации этой книги – это практически иконы. Это штуки, которые сделаны на дерево, потому что бумагу еще не изобрели. Ну я просто хочу, чтобы стало понятно, что эта книга 1321, типа она 700 лет назад была написана. То есть Данте сел писать до того, как станок печатный изобрели, он писал книгу в те времена, когда эта первая буква должна быть вот так вот изъебнута, нарисована. И там еще где-то дракон изображен срущей в уголке и жаба. То есть тогда монахи книги переписывали. То есть ты знаешь, насколько это был шедевр литературы, что он разлетелся тиражом в 500 штук. Средневековый бэнгер. И никто не умел читать, а он такой типа «Мои ощущения от божественного, вообще моя жизнь, мои переживания за мою жизнь, за мою страну, мою Италию». Мне кажется, если садились писать книги, это были ебатьки амбициозные люди. Поэтому он и описал все так. То есть вместо того, чтобы вот как у Веры «А, мы увидели чуваков, которые корабли готовят», то там вот началось вот это все вместо одной строчки 8. Потому что он такой «Бля, я пишу, возможно, шестую книгу на свете». Ну, предыдущие 5 были ебатьки какие масштабные. Если это, надо тоже постараться. Да-да-да, в этом плане я согласен, что здесь, если есть что-то лишнее, это как рэперы в 98-м году. Не надо до них доебываться. Как написали, как так написали. Нет-нет-нет, никто не говорил, что у Данте что-то лишнее. То есть мы не такие, типа парочку... Ну, стране из 30 выкинуть можно легко. Мы не говорили этого. Я говорила, что она сложная, она офигенно сложная. Ты переводишь книгу 14-го века. И ты в любом случае переводишь ее не просто на другой язык, а на другой язык другой эпохи. И поэтому, как будто бы нет смысла стараться... Переводить ее было. Ну, и как будто бы нет смысла было стараться изъебнуться и сделать это максимально вот таким витиеватым, странным языком. Наоборот, нужно было максимально сделать ее понятным для современного мышления. И я про рэпни пошутил. Сейчас так люди в жизни не разговаривают, но если ты включишь бит, ты поймешь, что когда люди пишут стихи, они до сих пор так разговаривают. Здесь нужно просто не делать вот так вот. Бля, 14-й век, комедия. Я вообще так не делала. Я видел тебя. Я старалась. Я вообще, кстати, я читал тоже в лазинском, потому что я начал читать в каком-то... А как узнать, в каком я начал читать? Это чисто Оксимирон в плохом настроении. Смотрите, в три яруса... Обычный Оксимирон получается. Ну вот, типа просто в три яруса идет за кругом круг среди этих скал один другого шире, и каждый круг обитель вечных мук для павших душ в подземном этом мире. На сердце боль взгляд смотрит. Ждет ответа. Я поняла, проблема скорее не в чтении как таковом, а в понимании. То есть читать я могу это. Но я буду продолжать хуйшос от Лазинского. Он тебя запутал. Извини, пожалуйста. Все, Леш. Все, Леш. Все, все. Знаете, почему я переключился на Лазинского и я не читал эту книгу? Потому что у Лазинского начинается земную жизнь пройдя до половины, и здесь понятно сразу же, да? Ну, что-то полжизни прожил. Вот эта книга начинается так в полудороге нашей жизни трудной, и я прочитал, я такой, так, значит, это надо сначала еще расшифровать перед тем, как понять, а там все более-менее понятно было. Так что зря ты жалуешься. Вообще, ты что, нужно такая адаптация. Полудорога, это до середины, или полудорога вдоль это просто узкая дорога? По узкой дороге. Так это еще... Узкая дорога. Так это еще нашей жизни, это непонятно наша. Ну, сколько еще страниц еба? Всеволод Раскопкович! Всеволод Раскопкович! Мы нашли ее! Кого? Великую коллекцию книг? Мудрость сотен поколений? Ну, как? Ну, как? Оказывается, все это время она была в интернете. Мы целый день копались в раскаленном интернете, и вдруг слышу такой характерный звук. Как лопатой по металлу? Не-не-не-не, как будто бы наоборот, знаете, хорошо поставленный голос с выражением читает книгу вслух. Смотрю, вот она, литрес-подписка от самого крупного книжного сервиса в истории России и страны СНГ. Ну, эта находка еще более значимая, чем великий александрийский книжный сервис. Ведь по литрес-подписке доступно почти 200 тысяч электронных книг, аудиоверсий, лекций, подкастов. Да, да, да. Более того, древние легенды гласят, ну, в другой книге, что ты можешь переключаться между аудио и текстовой версией прямо в процессе чтения и продолжать с того же момента, где остановился. Ну, как нам попасть внутрь? Так, погодите, 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 у меня где-то был промокон. Вот. Да вот же он, вот. О, да, господи. Смотрите, все в литрескопка, активируйте промокод стендап по ссылке в описании или просто наводите свой смартфон на QR-код и активируйте литрес-подписку со скидкой 50% всего за 199 рублей в месяц. господи, адвокатический даром, мудрость тысячи поколений, книги за 199 рублей в месяц. Единственное, что кто-то, по-моему, был в гробнице до нас. И добавил огромное количество современной литературы. Да. Алексей Артефактович, как же ловко вы включаете дополнительную информацию в интеграцию. Не говорите все, вы раскопаете. Господи, что же мы делаем? Девятый круг ада, он ведь был как раз для предателей. Да, Леш, я тоже об этом всю интеграцию думаю, если честно. Девять кругов ада. Как Данте себе представляет эту штуку? Это вот такой огромный улей, в самом центре которого сидит дьявол. Ну, и вообще, это его когда скинули с неба, это он упал и пробил всю эту огромную штуку. И он типа как конус, каждый круг все меньше, 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 то есть чем хуже грех, тем меньше грешников. И в самом низу, как самый плохой штука, дьявол замерзший в глыбе льда сидит. И вообще, мне, кстати, это понравилось, я об этом никогда не задумывался, но у Данте дьявол в аду он не главный, а ему там типа тоже плохо. Он по этому в аду. Это ради него построено все. А все остальные сидят над ним, то есть всем остальным в аду еще и не так плохо, как дьяволу. И формально весь мусор, вот эти вот оберточки, конфетки, которые они... Ну, туда все падают в итоге, если он, ну... И, короче, вот структура книги. Они путешествуют, они спускаются на первый круг ада, смотрят, кто там тусуется и что с ним происходит. Потом на второй, на третий, на четвертый, на пятый проходят через дьявола, потом в чистилище, потом смотрится, в рай, и там уже, я так понимаю, медсестра дописывала. Там под конец, да, начинается уже... Давайте, наконец, приступим, потому что я понимаю, что... Нам не терпится. Ну, ад все прочитали? Да. Все. Ну, тогда в целом достаточно. Потому что... Ад это единственное, что вам нужно знать после того, как вы не прочитали книгу к книжному клубу. Я хотел узнать, вот что он... Это 13 век, и человек 70 лет жил. Это реально так жили? Ну, а почему я считал, что 10 лет жили? Слышь, в статистике, я, насколько понял, это из-за огромного количества мертвых детей. Из-за огромного. Ну, то есть, смертность детско-младенческая была чудовищная. То есть, Платон до 80 дожил, или как-то так. Люди жили нормально, просто на каждого живого человека до старости, до седина, приходилось, типа, 100 мертвых младенцев. И еще видишь, что такая штука, что мужчины почти все умирают на войне, а женщины потом умирают без мужчин, потому что им почти ничем нельзя заниматься. И поэтому тоже, как бы, сильно возраст понижен. А если ты богач, у которой нигде не воюет и ничего не делает, в целом, ты что? Да, богачи жили долго еще, потому что кушали хорошо. Сейчас богачи живут до 250 лет. Ты не знал? На этих смузи держатся? На сельдереях. Плаценты питаются. Ну, то есть, какие-то мертвые владенцы все-таки участвуют? конечно. Эффект плаценты, да, у них? Давайте начнем. Это путешествие Данте. Путешествие начинается. Самый, ну, не тот по настроению. Вначале, я вообще тоже думал, что... Я подумал, не пожалуйста, заебись, Орел и Решка устроить. Не дают тысячу баксов и Святой Крест. Я отправляюсь. Одному дают Вергилия, а второй идет в отцам. Мне вначале даже... Меня это и посмешило, и тяжело было из-за этого читать. Я думаю, я не вынесу, конечно, этого четыре страницы, но это быстро закончилось. Но мне нравится, как он нагнетает немножко по-детски. Видимо, просто из-за того, что тогда еще было мало стихов и мало поэтов, мало было всего. Мне просто понравилось, как он хотел показать, что дорога, она тяжелая была, что ему было тяжело идти, и много, пока он поднимался в гору, с ним было всяких событий. И вот как он это делает. Я шел вперед, и вдруг навстречу мне явился барс, покрытый пестрой кожей и с пятами на выгнутой спине. Я как врасплох застегнутый прохожий, смотрю, с меня он не спускает глаз с решимостью на вызов мне похожий. И я думаю, о, ничего себе, барс, проблема какая-то, развитие. Бэд Барс. Румяным и торжественным рассветом я выносил без страха барса гнев, но новый ужас ждал меня при этом. Передо мной вдруг очутился лев. Я говорю, нихуя себе, восемь строчек прошло, лев уже. Но пока будешь похожи на Айболита сначала. Чувак. Назад закинув голову, он гордо шел на меня, стоял я присмирев, смотрел в глаза так алчно он и твердо, что я как лист затрепетал тогда, гляжу, за ним видна волчица морда. И я такой, блядь, остановись, Данда, мы даже на полстраницы не прошли, у тебя врагов появилось там. Там не лимб, там лимбопо. А там же в лимбе еще все умершие некрещеные дети, правильно? И если они падают, это лимбобо. Вот с этим и связан был вопрос, почему не сделать проще, наверное, что типа вижу чей-то глаз, предо мною барс. Отхожу я прихуев, а тут лев. Это то, про что я тебе говорю. Просто нужно было вот как бы, нужно было такой перевод Вере. С картонными страницами девять страниц. Отхожу я прихуев. Лев, вот картинка льва, вот лев. Думали, что больше ничего не случится, от соседей появилась волчица. И там начинается, типа открываешь страницу и там цербер терзал чревоугодников. И такой цербер, и ему можно вставить два пальца и терзать пальцами. Три, чтобы три собачки было. Покорми цербера грешниками. На следующей странице пойми, что грешник сам. А-а-а-а. Ну вот, короче, Данте отправляется в путешествие в ад. Давайте начнем. Давайте, давайте по кругу будем рассказывать про круги. Давайте, чтобы начать, кто рассказал про первый круг. Можно там шутка заготовленная есть? Ну-ка, ну-ка. Ну, когда читаешь первый круг, где вот эти люди, которые не крещеные, не обращенные, другим богам верили, там офигенно много философов и кажется, что они как будто не страдают, да? Да-да. Ну, как будто нет. Но я поняла, в чем там суть пыток. Там очень много философов, там ебать как душно. Ну, все задыхаются. Это вот чисто такой мир, в котором все светы начинаются. Семь раз отмерь, один раз отрежь. И все такие, да-да, без труда. К этому есть еще вопросы к Раю, потому что описание Рея во все его благости, там тоже дохуя философов. Просто уже, ну, типа, христианских богословов. И там же тоже душновато. И с кем ты проведешь время лучше? С веселыми, не знаю, языческими философами, которые такой, везде боги, надо трахать лесу и жить на соснах. Или с русскими, которые, вот, значит... А я не согласен. Потому что все, кто в раю, это те, кто прошли чистилище. И они уже отринули свои грехи. И получается, что те философы, которые там в раю, а это те, кто вот гордыну, например, они отринули, и они знают, что это философское, но они такие, лучше-ка я свое мнение ебаное при себе оставлю. Я за такое 300 лет в чистилище, блядь, камни на себе носил, знаю я, чем это херня заканчивается. А те философы, которые в аду на первом кругу, Вергилий, чтобы проводить по аду, Вергилий, это поэт древнегреческий. Это кумир Данте. Кумир, кумир, да. Шутков ни для кого. Такой, да, да, он встречает Вергилию сразу после того, как падает дирижабль. Аркану. Да, все. И вообще, я так понял, что там Вергилий в аду вместе с остальными, вместе всеми, кто тусуется на первом кругу ада, это люди, которые не смогли попасть в рай просто потому, что чисто по времени не совпали и не знали, что Бог есть. Да, он такой, я, нет, я добрый человек был, я всем помогал, я все нормально, просто, к сожалению, Иисус родился после, и вот теперь я в аду. Не может, но они не знали, Там много таких полушидочек. Мне вот этот первый момент был, который, это уже еще в первой песне происходит, то есть буквально четвертая страница, и я такой, ну ладно, Данте, не так ты сильно и отличаешься от моих высокомерных друзей стендап-клуба, давай посмотрим, что будет происходить. Не, это же просто католики заблуждают. Ну, в православии у тебя есть шанс нормально вывести, если даже ты не познал Христа, если ты благостно жил, все правильно делал, праведно, извините, не благостно, благостно я жил, то у тебя есть шанс вознестись, а там у католики такие, все, не крещеный, пожалуйста, постойте у ворот, ваш номерок 666-й, до свидания. Ну и насчет рая ты говоришь о том, что в рай подойдет через чистилище, но не все, там условно есть элита, понимаешь, ну, у которой своя недвига в рай, вот, и есть понаехавшие в рай из чистилища, то есть, ну, намечается разлад, то есть те, которые изначально в райу, у которых бабушка еще в райу была, понимаешь, которые коренные, райовцы, они такие, этот новый район рая, это раньше вообще не было раем, это было чистилище, живут там какие-то очищения. то есть, если ты стал уебком после того, как попал в рай, то это законный метод. Ну, давайте начнем, я боюсь, потому что мы не успеем. Первый круг ада. А еще можно уточнение? А вот ты, ты считаешь, это юмор, да, был, что те, кто до христианства были, они не попали... Конечно, это же прямо в отдельной строчке вынесено. Я думаю просто, что они еще во Флоренции в 14 веке не так четко панча формулировали, поэтому он чуть размыто, но в целом, это же он прям отдельно. Он говорит, а ты чего здесь? И он такой, я, к сожалению, никто мне не рассказал, что будет Иисус, и вот я здесь, и птица. Ну да. Просто я прочитал, что комедия раньше не считалась чем-то смешным. Комедия это было просто, что хорошо заканчивается. Да, 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 но потом кривое зеркало пошло на нет. Еще мне очень понравилось, что он захотел сделать девять кругов ада, ну ему же символизмом нравились три по три, вот эти все комбинации, но понял, что жестко больше порочных людей, поэтому на первом кругу, ну вот они, потом сразу на второй круг, там другие, на третьем кругу третий, а на восьмом кругу уже вот есть один под круг, второй под круг, третий под круг. Он на седьмом понял, что не укладывается, так вот в седьмом у нас три сектора, так, а девятый там будет только сатана, но бля, а в восьмом есть десять ущелий. Да, 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 так и было. И там буквы даже в оригинале, и они ближе друг к другу. Он вот так вот... Да, да. Знаешь, когда начал писать вот посередине классная работа, и вот... А-а-а! Это он написал между строк еще. Давайте тогда еще раз уточним, кто там кроме тех, кто не успел поверить в Бога. Там, значит, те, кто не успел нагрешить, но не крещеный, и всякие языческие добродетели, ну типа там лекари, все, кто был хороший, добрый человек, но что-то в Бога так и не поверил. И они там не мучаются. То есть, первый круг ада это... Это курилка. Ну, там все мои друзья, я на философии учился. Аристотель, Сократ, Платон, Дима Грит, Диакен, Фалес, Анаксагор, Зинон, Эпидокл, Гераклит. Блядь, ну типа вот весь мой первый курс в аду находится. Потому что они были мудрые, но правильного Бога не знали. А Витценно тоже пиздатый мужик был. Мне, кстати, вообще нравится, как он по всем кругам ада раскладывает постоянно исторических личностей. Ну, всех исторических личностей, которые уже существовали на то время. Оказывается, там до 14 века не так много было историй. Поэтому он своих друзей сует. Я думал... Так не поэтому, это же круто. Это круто, но я думал о том, как не круто читать это сейчас, когда прошло 7 веков, когда и политика не то, и время не то. То есть, я бы читал на втором кругу ада «Прелюбодевьяния», и там Леша Квашонкин. И ему там, знаешь, собаки ему языки лижут, и он уже так, ему смешно, что он уже плачет. Иду дальше. Так у него было, он типа «О, это мой одноклассник». «О, это мой учитель, он пидор». Он известных людей очень. То есть, ты же, если читал бы книгу, и у тебя там фигурировал Иван Грозный, тебя бы это никак не удивило. Ты бы не подумал, что это какая-то местечковая штука. На девятом кругу ада Иуда, Брут и моя бывшая. Я в этом комедию видел. Ну и вот, это занятно, что когда ты, знаешь, маленького Данте кто-то обидел в детском саду, и он такой, ты так будешь в аду, ты даже не представляешь. Зафиксирую в аду. Говорит, у меня есть круг, где в жопу ебут? Нет, ладно, там камнем тебя придавлю. Там все время все-таки наказание как-то связано с тем, какой был грех. Ты такой, а, вот как бы по какой логике они за это наказывают. И потом вдруг неожиданно. А колдунов там в жопу ебут. Да, да, колдуны плакали себе на задницу. Да, 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 колдуны. Я, кстати, не до конца понял, в чем логика. Ну, просто прикольно. Вот это комедия. И это еще должно было немного все-таки Данте извратить, потому что ему пришлось построить вот эту воронку и на каждом круге придумать много разных типа пыток. То есть это, ну, выглядит как придумка. Понимаешь? Типа, я уже давил. Я уже, ну, щекотал. Я уже колол, я уже насаживал. Что еще? Жечь. Ну, это основная тема, жечь. Там же вообще на первых двух кругах ада особо ничего не происходит. Ну, вот давайте продолжим. Давайте, что на первом кругу ада происходит? Какая пытка? Ничего. А, лимб. Курилка. Курилка. Да, там написано то, что они там в их глазах не видно было боли и скорби. Они просто типа норм-марм. Хорошая сделка, я считаю. Просто надо быть добрым и не верить в Бога. Дальше. Второй круг ада спускаются они. На втором кругу ада у нас... Те, кто любили потрахаться. Да, в основном типа изменщики. Не-не, изменщики жестко позже. Смотри, концерт такова, что чем преступление меньше затрагивает тело, а затрагивает душу, тем... Хуже, тем хуже наказание. Тем дальше круг. Нет, наказание здесь очень странно. Здесь бывает типа там жгут, потом ебут, а потом типа ты потерял кошелек. Типа, что? Это не пропорционально. То есть такое тоже бывает. Но ничего, иногда у Данка были про север по фантазии. Но именно сам момент первого испуга жесткий, когда... Он же что? А прикинь, навсегда прикинь. И ты в этом постоянно. Все. Время такой паспорт, паспорт, где паспорт? До отхода поезда пять минут. А ты такой а, а, нет, неужели дома? За что он получил такое наказание? Он ебанат. Вот. И на втором кругу ады люди, которые, знаешь, то есть в ад, ну, в дантовский ад попадать можно в принципе по хуйне. То есть ты открытку любимому человеку написала, вот так ее, не знаю, чуть-чуть духами спрыснула, это сладострастие. Будь добра, пожалуйста, будь кручена и стезана ураганом. Вечность. Если раскаяться не успела, это то, что ты открытку под духами. Ты на стольной игре вот так карточку достаешь, такое, ты вкручена и стерзана. Блин. Стой. Он реально, там, то есть, например, там Клеопатра, там Елена Прекрасная, то есть, великий там вот герой легенд прошлого и типа там Паулу. А, ну вот это, и причем во всех комментариях всегда упоминаются вот эти два чувака. Вот эта женщина и мужчина, которые сладострастные. Да? Да, там, я не помню, кто-то помнит? А вы крикните, если помните, пожалуйста. Паулу и Франческо. Просто какие-то люди. А они просто, знаете, с Дантой в одной квартире жили. Вот эти соседи, которые с этой группой ебли. А он вот так вот кусок волос достает и такой, ну. И он стучится к ним в комнату такой, а скажите, пожалуйста, как вас зовут? Он говорит, зачем? на всякий случай. И мне кажется, после того, если он писал это 30 лет, то после озвучивания уже того, что, ну, я типа глобально картину Ада составляю, у него прорядилась личная жизнь. Все. Да, у него же там в пятом круге его риэлтор, там что-то такое. Да, есть такое, что Данты прожарщик. На всех уровнях. Еще там есть еще смешной момент, что они, там же на каждом кругу Ада есть еще свой хранитель какой-то. И смешно, что они на каждый круг Ада происходят, и каждый раз, каждый, на каждом кругу, каждый хранитель такой, вы чего пришли, вы же живые. и они такие, у нас дела. Ладно. И это происходит 9 раз. Там есть пара человек, которые такие, нет, я вас убью. И он такой, тогда мы зовем Ангела с булавой. Спускается Ангел с булавой, он такой, ладно, ладно, все, ребята, я все понял. И они идут дальше. Но этот момент ни разу не пропустили ни на одном кругу, как они пообщались. Они, по-моему, даже в чистилище кто-то не хотел пускать там. То, что, ну, это до самого конца идет. А еще мне понравилось. То есть они всю книгу могли пройти словами «мне только спросить». Нет, там, если так идти, то там отдельное место в аду. Куда ты заходишь? «мне только спросить». Да, 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 да. Мне еще понравилось, что они говорили слова, какие слова они говорили, чтобы убеждать этих людей. У меня даже выписывал. Они говорили, Вергилий говорил там, типа, говорили, «ты что сюда идешь?» А он отвечал, «того хотят там, где исполнить властны то, что хотят». «Так хотят некоторые люди». Они такие, понял. Не вмешиваясь. Меня вот смущала еще функция. Ну, то есть, в аду, то есть, если представить, посмотреть на картинки, это очень красиво. Да, правда, «Ниспадающие горы». Ну, то есть, я был в городе Мирный, там карстая воронка «Мир». То есть, я примерно, и она выглядит так же, сферически огромная. То есть, я, в принципе, видел ад, только вместо грешников там были белазы. Но, это вообще в целом красивая картина, которая существует в мире, где очень мало народу всего умерло. Потому что, ты же видишь, там просто готические грустные чуваки тусуются. Такие, «ах, адские муки». Потом другой такой, «ах, адские муки». Это не работает со ста миллиардами людей. Да не, он рассказывал, что там есть болото, в котором не помещаются души, но, слава богу, они бестелесные, поэтому они сидят одна в другой. Опять, опять. Я прям смотрю на Колю и понимаю, что это будет тот момент, когда Коля попадает в ад и на него смотрят черти и такие, для него это не ад. Прикольно, как тебе надо, в том плане, что это не котлы с чертями, но вот, например, кентавры, которые копьями колют людей, которые в этой реке, да, вот им какой кайф? Кентавры из луков стреляли. Копьями потом черти кололи. Ну, а какой вот для них кайф? Вот он, у него есть какая-то коморка в аду, знаешь, какой-то роскошный океанариум, там ворчество же есть, которое где-то сидит. Функции кентавра в аду, он в аду или он на работе? Не, я думаю, что это работа. И потом он вешает свои конские ноги, просто человечески уходит в свою, ну, типа там капсульный хостел на него, да? Он ходит вот так вот на руках просто. Персонал ада как существует? Марина, у нас кентавр заболел. Слушай, ну, так же, как с ангелами, насколько понимаю, есть такое, что ты такой, ты высшее существо, ты преисполнился во всем, грехи тебе не интересны. Ты, типа, бессмертный, там, колдуй и колдуй, что хочешь, но в целом ничего делать особо не надо, тебе самому уже ничего не хочется, потому что чревоугодие, а ты отверг, вот все, отверг, отверг, и дальше получается, что у тебя все есть, и остается что? Распорядок дня. Режим. Режим. И по режиму у кентавров с 12 до 10 вечера колоть грешников. Не, я так понимаю, видишь, они же еще все мифические существа какие-то крутые, но не все, вот давайте дальше, вот на второй круг ада они пришли, там у нас, мы сказали, там за, похоть. За флирт. За похоть, да. Там, кстати, почему-то минус охранял все это. Царь одной из самых древних цивилизаций, и почему ему достался отдел ада, где все сидят за похоть. А там нету какой-то связи, да, между тем стражникой, просто сегодня такое расписание, я сегодня... там вообще есть карьерная лестница, вот типа круче, когда ты внизу или когда ты наверху, в аду? Внизу, конечно. Внизу? Нет, я так понимаю, что внизу все-таки, ну, хуже всего сидеть. Там тяжелее работа, но зато, типа, репутационно очень, квартиру могут дать, знаешь, ну, типа, почетный донор. Там лед есть все время, можно немножко, как сказать, коктейль сделать. Они же еще рай потом описывают тоже сферическим. И я не понимаю, почему все-таки это воронка. Мне кажется, логичнее было бы так, если Земля круглая, дальше начинаются, как этажи, типа, девятый круг, восьмой круг, седьмой круг. Данте увлекался астрономией, физикой, все вот эти науки, хотел объединить в своей книге. Но в какой-то момент он такой, так, блядь, земля вращается, как, ну, ее ангелы крутят. Физика. Поэтому то, что... И такой, так, физику отметил в книге. Не, с воронкой, мне кажется, понятно, потому что он упал. Да. Земля, которая была из воронки, она вышла с другой стороны, и появилась гора. А, да, да, логично, логично. Физика. Ну, нет, как я представил ангел, то есть, в отличие от кентавров, о которых я по-прежнему очень заинтересован, то есть, ангелы, они просто постоянно по кругу орут и источают свет. То есть, это, вот что такое. И их там, ну, типа, мириады, мириады ангелов. И, ну, и в центре всего этого божества, красиво, источая абсолютный свет. А он такое, типа, да, все красиво. Я нахуй империи. Ну, как империум или амперей? За императором. Это достаточно лицемерно с его стороны было делать тот уровень горы в преисподней, где за гордыню. Ну, там, когда дело касается божества, юридически, она непогрешима. Ну, и не надо свои человеческие мотивы подводить под божественный замысел. Причем, даже другие люди внутри рая, они так-то погрешимы. Там же есть, ну, райские места похуже. Да. Они вот в самом начале там такой, ну, ебаный рай. Да, там вообще, они сначала падают в земной рай, а потом идут в небесный рай. Возвращаясь к тому назад чуть-чуть, это действительно, мне кажется, очень важно. Это прикольная мысль, что сатана сидит в аду, потому что он, типа, на девятом кругу ада сидит, где сидят предатели, потому что он предал Бога. И поэтому он на девятом кругу ада, где сидят предатели, потому что он сам попал в ад за свои деяния. Ого. И создал ад, потому что он первый грешник. И он сидит там вместе с другими предателями. Он же, типа, у него там три рта, и в одном рту корчится Иуда, во втором Брут, а в третьем Димон из Бумера, который бросил свои друзьями в самом конце. И вот смотри, то есть снова такой Данте. Ну, ты человек, Данте, потому что ты засунул самое VIP место, которое же никак не растянуть, в глотку сатанеты засунул человека, который Иисуса Христа, блядь, предал, и двух предателей Цезаря. Потому что Италия, моя Италия. Да, вообще очень... Ну, это неравное. А там в последней редакции в одном рту еще один предатель Цезаря, а третий человек, который в пиццу положил ананасы. Пять ртов у сатаны было. Всегда. А вот страдания не приедаются? Ну, типа, это все еще ад, когда тебя каждый день кочергой раскаленный в жопу засовывают? Или уже рай. Да! Или уже будни. То есть, опять же, вот, кстати, мы возвращаемся к тому, что вот у Данте на втором кругу ада не так плохо. Вот давайте посмотрим, что там происходит с теми, кто просто слишком любит трахаться. Их крутит ураганом и иногда бьет об скалы. Ну, то есть, дерьмо, конечно, неприятно. Изредка. Их! Но это же не прям адище. То есть, с людьми такое случается в жизни. Даже не в аду. Их иногда бьет об скалы. И они как бы, то есть, нет такого, что полная жесть. И дальше вот третий круг ада. Что там было на третьем кругу? Кто-то любит покушать. Это тревугодники, да. На третьем кругу ада уже начинается первый страж, который посерьезнее, цербер. Ну, опять же, там потом будет прям жесть. Те, кому прям нравится издеваться над узниками. А цербер, он просто ловит по одному пробегающих грешников и разрывает им спину. И потом они там ходят и гниют под дождем. Нет. Я согласен. Тоже бывало. Очень неприятная хуйня. Но тоже случается в жизни. Такое, ну, такое происходило сегодня в жизни. И то есть, по большому счету, те, кто любит трахаться и есть, ну, неприятно их там будет, но нет такого, что прям жесть какая-то происходит. Ну, и как определить вот обжор и гурманы? Нет, я сейчас не за себя. Да, итальянцы. Да, те самые итальянцы, которые за пасту свою нахуй убивают. Ну, они там все ходят разодранные цербером, получается. Гниют под дождем. И гниют под дождем, да. Ну, то есть, вот ты ешь еду, типа хлеб твой насущный, который тебе дан, и такой, сегодня вкусный хлеб. Все в ад? Ну, или нет? Нет, не-не-не, я так понимаю, чревоугодие, это когда ты такой, и я знаю это ощущение, когда ты сидишь, ешь что-то очень вкусное, и ты такой, бля, вообще стоит мне остановиться. и все, вот в этот момент, в этот момент достал тревогой. И еще в этот момент тебе в голове, о, у меня же еще арбуз в холодильнике. Да, это значит, ты ухнулся в эту яму бездома. Ну, это прям фигня какая-то. Ад, это вечность. У ада нет возможности искупления, в отличие от чистилища. Ну, типа, они же по-настоящему страдают от того, что... Я прям вижу этот диалог между двумя людьми, которые гниют. Которые гниют. Ну, даже... Это хуйня какая-то. Я же пиццу ел. Я ел пиццу. Ну, да, там был сырный борт. Да, сырный борт. Вот она, грань, сырный борт. Ты взял для одной пиццы два соуса для корочки. Короче, четвертый круг ада, там скупеи и расточители. Они перетаскивали с места на место большие тяжести и, столкнувшись друг с другом, вступали в яростный бой. То есть, ад решается одним неплохим таким, ну, типа, лидером. Да, то есть, если там появится один Спартак, и он такой, ну, сейчас, спокойно, обойдите. То все доносят камень и что-то, ну, вот дверь из ада, вот там второй этаж, потом на лифте выйдите, там такси можно сгодить. Либо вон на Кентавра сесть и выезжайте. Слушай, а кто охраняет четвертый круг ада? Да, давай взобьем на хранителей. Нет, там же смешно, там же, они некоторые соответствуют. Блин, сейчас опять поражу. Нет, как нам поменяться телами обратно? О, ничего не поменялось. И Коля до конца сидит, да, уже не может отвлечься. Ждите меня на восьмом кругу. Так, четвертый круг, ну, блин, кто охраняет четвертый круг? Плутос. Плутос, Плутос это... Просто чувак. Да, Плутос это сын Гуфиуса. Не сына, а собака Гуфиуса. Блядь, не странно, что у Гуфи собаки есть твоя собака? Да, да, да. Это рабовладение. Есть разгон, да, что это его брат тупой просто. Пятый круг – гнев. И гордецы при жизни страдали, у них были приступы к гневу, и с ними же, с теми, кто гневился при жизни, унывающие. Да, то есть вместо психотерапии – ад. Снятый круг. Более того, если гордецы с гневливыми просто писятся в грязном болоте, то они делают это на телах скучающих. Да, да. То есть у этих еще экшен есть, а те, кто ничего плохого не сделал, просто что-то приуныло. Все, у него на теле в болоте месяца на нем. Ну не совсем что-то приуныло, здесь все-таки смысл в том, именно лень, да, как бы унывающие – это лень. И они, видимо, рассчитывают в аду, что на них будут драться гневливые, а эти такие – ну неприятно, когда на тебя дерутся, ну я, наверное, не пойду никуда, мне в целом нормально. И дождь на улице, а тут хотя бы гневливые прикрывают тебя от дождя. Ты понял, там ноябрь в Питере просто. Пятый круг, да, лежат ленивые, и на них пиздятся гневливые. Пятый круг, надо билет на Сапсан купить сначала. После этого они отправляются дальше на шестой круг. Там просто еретики. И вот мне интересно в качестве… То есть эпикур и эпикурейцы – это же тоже античная просто философская школа, которая такая… Ну мы примерно так видим мир. У нас нет мессии в виде Иисуса Христа, чтобы показал нам правильного Бога. Мы сами пытаемся как-то наладить. Ах, вы хотите так сделать? Тогда вы будете лежать в раскаленных могилах. Но не совсем. Эпикурейцы – это же типа такое гедонистическое учение. Нужно стремиться к удовольствию, а удовольствие свободное страдание. Да, главное в жизни – это удовольствие. Потом ничего не будет, и поэтому ты кайфани, пока живешь. И это целиком отрицает христианские действительности, в которых нужно хорошенько прочувствовать боль. Чтобы когда умираешь, наконец-то нахуй. От обратного как бы. В средние века эпикурейцами называли всех атеистов. Не-не, я чисто про эпикура просто помню. Это же философ древнегреческий. Но это сейчас считается. А до этого такое было понятие, что атеисты были. Ну а по большому счету атеистическое… Если ты в голове держишь, что Бога нет, тогда действительно странно пытаться изо всех сил прожить правильно. Тогда нужно бы успеть кайфануть как-то. Мне кажется, вот и вся логика. Пока он не пришел. Вас не смешает концепция могил, когда вы уже под землей? А то, что они в аду лежат в могилах? Это Данте, это как раз Данте писал. И еще больше лежат. Еще в могиле. Могила в могиле, как экзибит. Чтобы ты мог гореть, пока ты горишь. Могила в могилу, чтобы ты мог мог могила, пока могила. Нормально. Ну и вот, отсюда начинается уже ад. Отсюда начинается, что он жестко с кругами ада такой. Ай, бля, кончается круги ада. Тогда у седьмого будут пояса. А у восьмого будут щели. В двух словах, ребят. Седьмой круг, это они уже заходят в город. И там опять, блин, жалко, что мы не успеем это проговаривать. Там же они уже, мы не успели сказать, что был Минотавр. Но я думаю, что если не проговаривать, что мы не успеем проговаривать, можно чуть-чуть сократить проговариваемость. Поговариваемость. Давай обсудим этот момент. Несколько раз. А седьмой круг, это они уже зашли в город, их пустили эти три фурии. И там, значит, три пояса. В первом поясе насильники. Во втором поясе самоубийцы. В третьем поясе... Богохульники, садомиты. Чисто бабка их называет. Богохульники, садомиты, лихаимцы. Это насильники над религией, да? Да, богохульники, садомиты и... А чем садомиты, вот, естество? Мне рассказали, знаете что... Против естества идут. Мне рассказали историю, что Садом наказан был не за блядство, а за негостеприимство. Да, мне вот моя подруга преподаватель... Садомитов, в гостях ты сам себе наливаешь чай? Да, вот в этом-то и фишка. Они там сами, ну, развлекались, и к ним пришел гость, не помню кто, и они его изнасиловали. А, ну это очень... И они такие... Да, да, да. Да. Это даже для Питера перебор. Это очень... Ну, и, видимо, кто-то, кто приходил религию толкать еще. Ну, как охуенно назвать это негастеприимством? Когда ты отзыв пишешь, блядь, на страфе голову будет. Самый ужасный Airbnb, который у меня был. Очень плохая гостиница. Не гости. Очень плохая гостиница. Завтрака нету. В номере грязно. Изнасиловали. Вай-фай хороший. И, ребят, что интересно, значит, те, которые насильники, они кипят во рву из раскаленной крови. И здесь пара вопросов. Во-первых, как будто бы устал чуть-чуть бог к восьмому кругу придумывать логические наказания. А что эти? Эти насиловали. Пусть они кипят во рву из раскаленной крови. И он уходит, и все такие... Кровь при сорока градусах сворачивается. Мы можем заставить их купаться во рву из комфортной температуры крови. Или мы можем убрать все эритроциты оттуда и оставить плазму, например. Он ушел. Не так. А вы ели когда-нибудь эту деревенскую колбасу, которая кровянка называется? Ели. Ну, вот там вот садомиты лежат. Дальше. Второе. Насильники над собой у самоубийцы и над своим достоянием. Игроки и моты. Типа те, кто бессмысленно растрачивают имущество. А чем моты отличаются от расточителей? Я так понимаю, расточители не ценят деньги, не ценят имущество и посплевают его на всякую херню. А эти, может быть, и ценили бы деньги, но не могут удержаться и все проигрывают в надежде на легкую добычу. Мне кажется, это лудоманы. Это вообще странная локация, там написано, что самоубийцы превратились в кусты, и на них садятся гарпии, отламывают им конечности, и конечности кровоточат. И там же этих игроков загоняют гончие псы. Да тут в целом просто становится странно. Наказание, ну, типа, когда двигаешься по физической боли, у боли есть предел. Дальше ты просто, ну, я не знаю, графоманиши описываешь. То есть и в крови они купались, да, тут, а потом взяточники в смоле раскаленной купались. Какая разница, эта хуйня раскалена. И потом ты вылезаешь, и тебя не кентавры с стрелами стреляют, а черти колят копьями. Ну, типа... К восьмому сезону авторы шоу не списались. После ухода Джейди вообще невозможно смотреть. После ухода Вергилия. Но вот на восьмом кругу, типа, вот, злопазухи, там 10 щелей. Злопазухи. Да, что за слово вообще? Это перевезли так на русский, я думаю... Это перевели так сейчас тоже. Не, у меня ассоциация чисто с гайморитом была какая-то. О, у вас злопазухи, вам прокалывает надо. А горючие пески это вообще курорт, да, какой-то? Да, это Болгария. Короче, ребят, давайте быстренько пробежимся. 10 щелей. Еще пару кружков давайте осталось. 10 щелей, пару кружков из-за этого. Итак, значит, смотрите, первая щель, это восьмой круг. Это уже за богохульниками и садомитами. Сводники и обольстители. Они идут двумя встречными потоками. А обольстители чем отличаются от... Вот нашего вот этого второго круга. Не, одно дело, когда ты влюбился вначале и из-за этого прелюбодеяния совершил. А другое дело, когда ты других людей специально обольщал и провоцировал на грех. Именно. Давай, мои любимые льстицы. Льстицы. Льстицы, они сидят в... Влипший, в зловонный кал. Да, именно. Но следует... То есть, например, если что, следующее на том... В пятой щели взяточники кипят, блядь, в смоле. Ну, потерпишь ты запах. Вообще, липший и зловонный кал не очень отвратительны. И их даже не кормят им. Ты был бы хорошим Данте. Это надо поменять, значит, тогда. Седьмой какой-то... Восьмой круг надо наверх переместить. Это второй круг должен быть. Сначала ничего, потом влип в кал. Дальше уже жестко. Это даже не кипящий и зловонный кал. Ты был бы отличным Данте. Так, дальше. Святокупцы. Это духовные лица, торговавшие церковными должностями. Тоже на восьмом кругу ада. У них туловище закованы в скалы вниз головой, а по ступням струится огонь. Это вбитые, да, в пол? Наверное. И они потом вбиваются еще ниже, и следующие вбиваются. Да, и они, типа, получается все правильно. Прорицатели, гадатели, звездочеты и колдуньи. У них голова развернута назад, и они поражены немотой. Это правильно. Это правильно. Там еще и те, кто соционикой, и химин-дизайном занимаются. Взяточники кипят в смоле, в тех, кто высовывается, черти вонзают багры. Если ты хочешь всех пройти, то можно быстро и лицемеры закованы в свинцовые мантии. Да, 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 подожди, да, просто с лицемерами был еще этот, который лежит. Давай откроем, давай откроем, найдем. Не проблема, давай найдем. Какой-то. Компроф нажми. Да, это трудно. Ебать, ребята, подготовились. Да блин, Леш, мы готовились. Посмотрела 4 часа, блядь, лекции про Италию, нахуй, чтобы понять это все. Поняла я после... Я вахую, что ты что-то понял, если честно. Ну, не в плане... Сами грехи понятны, это все можно прочитать. Я все между не понимаю. Там же миллиард отсылок вообще к вещам, которые происходили в Италии. Для этого надо, блядь, через каждую страницу открывать в конце отсылки и читать. Этого недостаточно. Там нужно быть супер глубоко в контексте, чтобы понимать, что происходит. Да ни в каком не надо быть там контексте все. Ты ведь реально, смотри, он вначале сказал, что Данте пошел и встретил льва, волчицу и барса. А ты знаешь, что это... И для Леши это история про то, как Данте встретил трех животных. Все, ладно. Там еще про гусей. И Леша всю книгу такой, когда же барс опять появится. А где волчица? А что ты именно ищешь? Кто там еще лежал? По кому ходили чуваки в свинцовых костюмах? Да. Они не по кому не ходили? Ходили по кому-то. Да, да, да. Это все нашел. Иудейский первосвященник, который настаивал на казни Христа. А на зиму кругу там его учитель, которого он типа однополые связи. Данте такой, пидор. Ну, это легальный повод вот тогда. Короче, в 14 веке так говорили, пидор. Просто вот так вот делаешь про него момент в книге своей. Подожди, а где было бы такого в 14 веке как будто бы наоборот? Это же еще то, там, эпохи, там, рождения. Не, хочешь, я тебе объясню? Все как будто наоборот трахали. Не, хочешь, я тебе объясню? А, это уже расцвет все равно христиан. Там была вот такая тема, ну, ебаться с мужчинами иногда нормально. Если ты мужчина, как бы, ну, вы чисто развлеклись, там, оргия прошла. А в какой момент стал ненормальный? Я помню, что типа греки прямо на пополу как будто ебались. Да, но это тоже считалось там же ненормально, потому что считалось любить мужчину или хотеть жить с мужчиной, это уже зашквар. Ну, поебались и поебались, да. Так это до сих пор странно. Для всех людей, для женщин тоже, мне кажется. Хотеть жить с мужчиной. Кто в здравом уме захочет это делать? Дальше, воры. Воры, они... Блиц. Воров мучат гады. Лукавых советчиков, у них души горят. Затем дальше, у зачинщиков раздор и потрошение. Вообще никакой фантазии. Потрошат. А мне кажется, если ты затеял раздор, ты разрушил что-то целостное. Поэтому тебя теперь потрошат. Ну, ответь на странный вопрос. Сколько можно потрошить? Если горение в кипящей смоле, это процесс более-менее вечность, поддерживать температуру достаточно на смоле, то сколько в тебе нахуй требухи, чтобы тебя потрошить вечность? Бля, хорошо. Ну, ты же заклинируешь обратно. Да, чувак, это заклинание о бесконечной требухе. Либо тебя потом заставляют собирать все обратно. Здесь же фальсификаторы, как это, фальшивые монетчики, подельщики и убийцы. Там, Гитлер. И, ребят, делаем. Где взятый круг? Предатели. Да, в центре вселенной сидит главный предатель, Люцифер. Держит во рту трех предателей поменьше. И у него три рта. Сколько у него? Да, три башки, три башки, очень удобно. Он все время шевелит своими шестью... Там три рта, а башка одна, кажется. Да. Шестью крыльями он шевелит, не останавливаясь. У него девять сосков, да, у него двенадцать пупков. Ну, вдруг Данте ебнулся бы. К концу ада. И пятнадцать пальцев. Всего две родинки, удивительно. И это Данте очень бесит. Это не кратно трём. Там все у КРшики в девятом. Ебна, блядь! Еще у него триста тридцать три ягодицы. И он все время не помнит, какие настоящие, какие рабочие. Между какой не вытер. Вот это вот ад. Я согласен, что в девятом круге предатели. Предательство — это же прям вот... Прям вот не по-человечески. Ну, типа не по-пионерски. Короче, это вать. Получается так, что фактически всех знаменитостей, которые жили до Данте, и всех своих современников, Данте по аду распихал. Там потом будет попадаться кто-то, кто в раю. Но там уже в раю, сами вы понимаете, только христианские добродетели, те, кто поверил в Бога. И к четырнадцатому веку их там в целом... Есть отцы церкви, есть Дахфига. И он, Беатрича, свою вот эту девчонку... В чем замес же? Данте два раза в жизни видел девушку, любил все нее безумно. Будучи ребятами девятилетними. Потом видел ее через девять лет. Она была замужем, потом она умерла. И он в ведомой любовью к ней, и я честь сделал ее одним из тех вот этих нравственных идеалов. То есть в его пантеоне она тусуется рядом с божеством. Настолько ярок и светил ее свет. Именно она посылает Вергилия побазарить, типа, с Данте за то, что не надо тебе к зверям, давай походим по царствам. Да-да-да. И причем он при живой жене это все сделал. Он путешествует фактически с душой бывшей, пока его жена дома такая, ну сейчас он мне книгу допишет, я ему сообщу. Блин, а прикиньте, это еще не бывшая, это сталкер твой. Ты такая, да я уже сдохла. Ты, блядь, и сюда пришел. Я тебя заблокировала везде. Последний раз была онлайн в аду. Короче, через перешеек они попадают в чистилище. И в чистилище написано... Детокс. Кто попал в чистилище? Те, кто... Все те же ублюдки, но которые успели перед смертью такие... Зря это я, надо было в Бога верить. И если ты успел раскаяться, то тебе дают шанс исправить свой грех. Но исправлять его можно, типа, так же миллиардами лет вообще, пока ты искренне не очистишься от него. И там семь уровней в чистилище. Чистилище это гора, по которой поднимаешься на уровень. И на каждом уровне семь грехов смертных. Семь уровней. На каждом уровне тебе... Отпускают. Избавляться должен от одного греха. Я думала, ты в чистилище приходишь, и типа на одном круге тусуешься в чистилище. Не-не-не, ты проходишь все... Все, да? Ему на лбу написали семь букв, первые буквы грехов, и стирали по одной. Это же буквально гора. Ты не можешь сразу на четвертый этаж горы попасть. Ну, я думала, ты просто дальше... Там же есть какая-то тема, что можно вот так вот проходить, а можно, типа, куда-то там полезть. А лифт, конечно. А вы чистилищеский лифт. Давайте цитаты, цитаты. Давай вот так. Древней меня еще... Это просто другой перевод того... Древней меня еще не длили кости, и я вечность не спадаю в темноте. Вошедшие мной, чаянии бросьте. И почему это любимая цитата? Потому что я видел ее на стене подземного перехода в Екатеринбурге. То есть, а напротив, у речки, на крыше здания написано большими буквами. Кто мы? Откуда? Куда мы идем? И это отличный и замечательный способ летним воскресным днем в Екатеринбурге словить паническую атаку. У меня есть цитата, которую я хотел применить периодически, когда ты говорил. Но я для этого ее и нашел. Очень, ну, такая подходящая для этого. Такая вот. Песня седьмая, если что. Молчи, проклятый волк. Сгинь в клокотании собственной утробы. Мы сходим в тьму, и надо, чтобы ты смолк. Ну, еще есть одна про тебя тоже нашел. Про меня? Я не знаю, что это про меня. Шестая песня. И он, твой город, зависти ужасной, столь полный, что уже трещит квашня. Про Москву. Это значит, начался книжный клуб. И уже трещит квашня. По-советски так. Молчи, проклятый волк. О, я тоже, у меня тоже есть про книжный клуб. Смотрите. Так, пара призраков, дрожа, от ужаса вдруг бросилась толпами, бежать худые члены обнажа. Подумал, слово члены будет смешно. Блин, а мой уровень юмора, там иногда используют слово челн. Я каждый раз так, ааа, челн. Вот она, комедия. Еще вывод, лично мой. Про божественную комедию, что я лично божественную комедию я предпочитаю не читать, а творить. Стой. Каждый момент может быть комедийным. Два часа про это думал. Я просто смотрел и такой, сейчас нет, странно это делать на пятом кругу. Итак, а если стал порочен целый свет, то был тому единственной причиной сам человек, лишь он источник бед, своих скорбей создать имен единый. Я подумал, что он божественную комедию выбрал, потому что по ошибке, типа аббревиатура БК и у бойцовского клуба есть. Я слышал разгон, что Данта и Мергилия это один человек по-настоящему. Типа он вдвоем шел, а он ушел бы уже просто, когда они встретились с Марлой Сингерой. А, Беатрич. Что же, кому интересно, это была божественная комедия. Вывод книги. Рай можно не читать. Это была... Ржака. Спасибо вам большое, ребят. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова